Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Ушел в вечность, скончался Ильдар Рязанов. Самарское эхо красноярской трагедии. Командир погибшего экипажа оказался выпускником Сызранского вертолетного училища. Побеждать вопреки. 80 школьников стали лауреатами фестиваля для детей с ограниченными возможностями. Командир экипажа вертолета Ми-8 Александр Монахов, погибший при крушении воздушного судна в Красноярском крае, был уроженцем Самары. 26 ноября транспортный вертолет совершил жесткую посадку. Ударился носом о берег реки Енисей. По предварительным данным, в воздухе пилоты пытались сделать разворот, но выровнять вертолет не удалось, и при крушении удар пришелся на кабину. По мнению экспертов, причиной трагедии могла быть техническая неисправность. На борту разбившегося воздушного судна были 25 человек. 15 из них госпитализированы, 10 погибли. В том числе трое членов экипажа. Второй пилот, бортмеханик и командир. Александр Монахов был выпускником Сызранского вертолетного училища. Имел общий налет более 9 тысяч часов. Прощение с пилотом пройдет 2 декабря в Сызране, где сейчас проживает его семья. Легендарный кинорежиссер, чье творчество уже при жизни стало классикой, ушел в бессмертие. На 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности скончался Ильдар Рязанов, наш земляк. Почетный житель города. В последний раз самарцы видели его воочию в ноябре 2012 года, когда он приезжал открывать скульптуру Юрия Деточкина, персонажа своей культовой картины «Берегись автомобиля». О мастере без фильмов, которого невозможно было бы представить нашу жизнь. Материал Олега Зверева. Я просто захотел еще раз поблагодарить свою маму, которая приехала в Самару для того, чтобы родить меня здесь. Вот так Ильдар Александрович рассказывал о своем рождении, вернувшись в родной город спустя 85 лет. Хотя в Самаре он провел только первый месяц жизни, самарцы с гордостью называют режиссера земляком. Второй раз Ильдар Рязанов приезжал уже в Куйбышев из осажденной Москвы в 41-м. Жил вот в этом доме, на улице Фрунзе. Соседи Дмитрий Шостакович, Сергей Лемешев, Иван Козловский. Вряд ли они догадывались, что перед ними будущий великий режиссер. Зато сам юный Рязанов запоминал все подробности жизни запасной столицы. Я помню, как в Большом театре Рейзен-артист, замечательный бас пел Ивана Сусанина. С Мохинги, потому что костюм мне в Большом театре сюда не привезли, и с Орденом Ленина. Иван Сусанин был. После войны режиссер не был в родном городе полвека, пока краеведы не нашли в архиве вот эту рязановскую метрику. Ее копию режиссер получил в подарок. Тогда самарцы устроили для своего земляка удивительно рязановский юбилей. Вечер назывался «164 дня до 70-летия». Звание «Почетный гражданин города» Рязанову было присвоено в 2012 году, в канун его 85-летия. В день, когда на площади у Самарского вокзала был открыт памятник одному из самых любимых народных персонажей – Юрию Деточкину. В день, когда Эльдар Александрович ушел из жизни, его вспоминают добрым словом в разных городах и странах. Народный артист СССР, выдающийся кинорежиссер, сценарист, драматург, педагог и профессор. Писал стихи, но сам говорил о своей непрофессиональности в поэтическом смысле. А между тем, романсы на эти стихи уже давно так же любимы зрителям, как и его фильмы. Счастливостью отзывчивой судьбы Господи, спасибо за подмогу Соболезнования в связи с кончиной Эльдара Рязанова выразил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, на фильмах мастера воспитывались целые поколения. Творчество Рязанова вошло не только в Золотой фонд отечественного кинематографа, но и стало неотъемлемой частью мировой культуры. Память известного режиссера почтили минутой молчания и на еженедельном совещании в городской администрации. Мы гордимся таким земляком. Человек очень удивительный, человек был принципиальный, порядочный, всегда говорил правду. 150 елочных базаров откроются в Самаре в ближайшие недели. В этом году все они должны быть оборудованы специальными приборами для упаковки новогодних деревьев. Детали подготовки обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Когда Самара превратится в новогоднюю сказку, узнавал наш корреспондент. В новогоднюю сказку Самара должна превратиться уже в ближайшие недели. Празднично оформят фасады зданий, муниципальные предприятия, магазины, прилегающие территории, заводы и даже строительные площадки. На улицах яркими огнями загорится иллюминация. Обещают и новые световые решения. На всех въездах в город будут оформлены светотиминомические перетяги с символикой герба городского округа Самара. Срок до 24 декабря полностью будут оформлены и включены все парки, а также установлены и украшены елки. Глава города Олег Фурсов поручил профильному департаменту ускорить работу. Погрузиться в праздничную атмосферу Самара должна как можно раньше. И особое внимание уделить проспекту юных пионеров, где в этом году провели ремонт. В этом году в Самаре откроются 150 точек по продаже елок. Все они должны быть оборудованы конструкциями для упаковки новогодних деревьев. Также Олег Фурсов поручил увеличить количество новогодних ярмарок выходного дня. Пока их запланировано 4. Ярмарки позволяют людям с невысокими доходами решать проблему приобретения продуктов качественных перед Новым годом. Есть типа организация на пустующих площадках торговли фермерской продукции, в том числе и с соседних областей. Значит, пожалуйста, этим займитесь. К Новому году во всех районах города зальют катки, оборудуют игровые комплексы. К концу декабря Самару посетит Дед Мороз из Великого Устюга. В ночь на 1 января на площади Куйбышева запланирован большой новогодний концерт. Валерия Макарова, Лариса Шалафа, Станислав Левин. События. Уникальная находка на стройке стадиона. Камень, которому по предварительным оценкам более 200 миллионов лет строители передали в Краеведческий музей. Специалисты подтвердили научную ценность находки. О каких страницах истории Самарского края она может и рассказать, узнала Марина Кравцова. Кусок известняка со странными узорами, на первый взгляд, ничем не отличается от обычного камня. Но строители, увлекающиеся археологией и геологией, сразу разглядели в находке ценность, загадку времени. На начальных работах земляных был на глубине 6 метров, был найден камень. Немножко он другого цвета, переливается. Причувствие строителей не подвело ученые утверждают, возраст камня почти 250 миллионов лет. Что означает узор, еще предстоит выяснить. Для исследования находку передали в Краеведческий музей имени Алабина. Как утверждают специалисты, камень может приоткрыть завесу тайны. Какие же экзотические растения и деревья украшали территорию нынешней Самары в доисторические времена? На первый взгляд, вот этот необычный рисунок, он очень сильно напоминает ископаемые растения пермского периода. Если это вдруг все-таки отпечатки растений, то эта находка повышает на высокий уровень. Дело в том, что ископаемая растительность в Самарской области еще далеко не вся изучена. Пока научные сотрудники присматриваются к будущему экспонату музея, для строителей стадиона Самара-Арена провели экскурсию. Познакомили с не столь давней историей Самарского края. Масштабный спорт-объект, один из самых больших футбольных стадионов в стране, строит более тысячи человек. Среди которых есть и специалисты из других регионов. Люди, которые его строят, они, если будут знать о Самарской области больше, и у них знания будут глубокие, их работа будет более происходить на таком уровне, ну, духовном, я бы сказал. Студенты-предподаватели Самарской академии культуры и искусств организовали небольшой концерт, где отразили культурные особенности и душевный настрой самарского народа. Готовясь к Мундиалю, в Самаре не только строят стадион, но и про коммуникации не забывают. Летом в районе улицы Демократическая начали прокладывать новый коллектор канализации. Длиной более километра. Обещали завершить все работы до конца года. Лариса Шалафаст проверила, сдержат ли подрядчики слово. Новый канализационный коллектор практически готов к эксплуатации. Он протянется больше, чем на километр от площадки стадиона до улицы Демократическая. Трубы проложили на 7 метров под землей. Строители рассказывают, материалы использовали отечественного производства. И по цене доступные, и по качеству импортным не уступают. Новый коллектор будет обслуживать всю инфраструктуру на территории стадиона и другие предприятия города. Эту задачу еще на стадии проектирования перед подрядчиком поставили правительство области и администрация Самары. Был сделан проект сразу с учетом развития дальнейшего города, не только на чемпионат мира, но и в дальнейшие годы. Его пропускная способность способна не только обслуживать стадионы и заводы предприятия, находящиеся здесь, но и дополнительных абонентов. На этом участке, кроме коллектора канализации, будет и новый водовод. Масштабное строительство новых инженерных конструкций финансируется сразу из трех бюджетов – федерального, областного и городского. Все работы шли по графику. Сейчас на участке завершают демонтаж ограждений. Полностью восстановить благоустройство планируют до начала декабря. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. Самарские юристы принимают поздравления. Свой профессиональный праздник они отметят 3 декабря. Именно от юристов, адвокатов, прокуроров зависит безукоризненное выполнение законов. Сейчас без юриста не обходится работа ни одного предприятия. В преддверии праздника губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил сотрудников юридической отрасли и вручил лучшим работникам заслуженные награды. Для нас это исключительно важно конструктивное взаимодействие, чтобы понимать друг друга быстро, оперативно, разрешать проблемы, возникающие. От этого зависит эффективность работы в целом государственной власти. От этого будет зависеть эффективность работы в целом и государстве, в нашем случае Самарской области. И сегодня же губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Валерием Самодайкиным. Последний рассказал главе региона об итогах работы ведомства за 9 месяцев, в частности о ходе расследования наиболее актуальных и резонансных уголовных дел. Также на встрече Валерий Самодайкин отметил, что по итогам работы Самарское управление находится на 22 месте по стране. А сейчас коротко о других темах дня. В конкурсе молодой предприниматель России победил самарец Сергей Рыжов. Бизнесмену 29 лет. Он занимается организацией корпоративных поездок по стране. Для Самарской области победа в конкурсе важна, так как федеральная программа «Ты предприниматель» работает в регионе только первый год. За этот год в Самаре родилось 31 тысяча малышей. Это почти на 2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Причем выросло число двойняшек и тройняшек. Также увеличился и возраст женщин, которые стали мамами. Если в 2000 году он составлял 26 лет, то теперь 28. 138 самарцев отравились алкогольными суррогатами за прошедшую неделю и сами обратились в больницы. Четверо пациентов получили обморожение и переохлаждение, находясь также под действием спиртного. Самарских Бонни и Клайда, которые похитили 210 тысяч рублей, задержали полицейские. При себе у разбойников было только 20 тысяч. Остальную добычу воры успели потратить. Купили автомобиль, мебель и одежду. 20-летняя уроженка Башкортостана и 26-летний выходец из Оренбургской области 20 ноября ограбили салон сотовой связи. Молодой человек ворвался в помещение и ударил продавца электрошокером в спину и совершил кражу. Оперативники быстро разыскали преступников по приметам. Осадки и минусовая температура ждут Самару на этой неделе. Впрочем, настоящие зимние морозы пока откладываются. В ближайшие 7 дней в областной столице столбик термометра будет держаться на уровне от 0 до минус 4 градусов. Почти каждый день пасмурно и снег. Также сегодня и завтра температура ночью может достигать минус 17 градусов. Вечный фонарик, домашний фонтан и камин. Герой нашего следующего сюжета 12-летний Николай Буримский стал лауреатом 18-го городского фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Тех, кому нужны заботы больше, чем остальным, кто нуждается в том, чтобы на них обратили внимание и оценили их труд. О больших изобретениях маленького инженера репортаж Марианны Мирной. Это газовый пистолет. Чертежи я рисовала дома, у меня еще с собой нет. Он устроен так, что внутри стоят два провода, они идут к пьезоэлементу. Зачет нажатия создается искра. Самодельный пистолет, камин, фонтан – лишь малая часть изобретений Николая Буримского. 12-летний мальчик увлекается техническим творчеством и разбирается в нем не хуже опытных инженеров. А еще недавно Коля не мог ходить. В 7 лет у него начались сильные боли в ногах и суставах, и единственным способом передвигаться была инвалидная коляска. «Годы лечения и невероятных усилий. Я встану и буду ходить», – сказал мальчик. Теперь он ходит, пусть и с костылями, и верит, что это не предел. Чтобы не унывать, занимается инженерией. Одно из самых полезных изобретений – вечный фонарик. Я разобрал DVD, вытащил из него ротор, соединил его с транзистором и подключил через диодный мост. Все это дело подключил к неону. Если взять большего размера транзистор, было бы, конечно, лучше. Светило бы дольше и ярче. Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями проходит в 18-й раз. За эти годы праздник рос, и уже больше тысячи детей принимают в нем участие, демонстрируют свои таланты, делают игрушки, картины, поделки с тканей и бисером. Все эти дети особенные, и, конечно, им нужно уделять достаточно внимания и заботы, говорит первый заместитель главы Самары Виктор Кудряшов. Коля Буримский произвел на него неизгладимое впечатление. Я думаю, что у него, конечно же, большое будущее, потому что немногие имеют такие золотые руки и такую голову, чтобы изобретать такие вещи. Я думаю, что его ждет впереди большая слава, как инженеры-изобретатели. В Самаре успешно действует программа «Мы разные, мы равные». Городские власти оказывают поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, делают ремонт в квартирах, дарят ноутбуки и поездки на море. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. Основной инстинкт – День матери, который прошел в воскресенье, по-своему отметили и в Самарском зоопарке. Его сотрудники познакомили самарских школьников с четвероногими родителями и их детенышами. Алина Чемерис узнала, кого из питомцев зоопарка можно назвать лучшей матерью. Родители маленькой Маруси в этом году здорово порадовали сотрудников зоопарка. Появление детенышей рыси здесь ждали несколько лет. Говорят, молодая кошечка растет активно и любит людей. В День матери посмотреть на малышей и их родителей пришли третьеклассники. Ребята уверены, животным мама нужна не меньше, чем людям. Очень немного хищников, которые их могут съесть. И они не знают, как охотиться, добывать пищу. И их мама, папа у некоторых показывают, как охотиться, кормят. Не защищают. Если он будет жить хорошо, мама будет его хорошо кормить, он будет большим, сильным животным и красивым животным. В этом году в зоопарке родилось более сотни детенышей, если вместе считать потомство птиц, рептилий и зверей. Последний приплод – крокодиловые кайманы, которые появились на свет этой осенью. Но у рептилий материнский инстинкт оставляет желать лучшего. Детеныши с рождения предоставлены сами себе. Чего не скажешь о млекопитающих. Именно они становятся лучшими родителями. Дальневосточный леопард Фелиция – местная мать-героиня. За два года она родила и выкормила самостоятельно пятерых детенышей. Для многих животных неестественные условия являются стрессами. Они просто отказываются от своего потомства. Но для Фелиции – лучшей матери самарского зоопарка – это не проблема. У большинства животных мама нужна обязательно и надолго. Если мы возьмем кошачьих, то это может быть год или два. Если лис и волков, то это обычно до года. Ну и, соответственно, чем меньше животных, тем меньше она находится с мамой. В следующем году в зоопарке ждут появления детенышей соболей. Здесь эти зверьки еще ни разу не приносили потомства. Маленьких соболят планируют приручать. Алина Чемери, Станислав Левин, События. У православных России начался рождественский пост. Он готовит верующих к празднику Рождества Христова. По словам священнослужителей, духовное очищение – главное назначение поста. Завершится он 6 января с наступлением темноты, когда на небе появится первая звезда. Она символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Рождественский пост – один из самых продолжительных. Как и великий, он длится 40 дней. Но не самый строгий. В некоторые дни, например, в большие праздники и в выходные, можно есть рыбу. Это некое духовное упражнение для того, чтобы человек смог понаблюдать за своей душой, преобразиться. Для того, чтобы душу свою натренировать, сделать ее добрее, красивее и приблизить ее к Богу. А теперь к новостям спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Новокубышевский боксер стал двукратным чемпионом России. Крылья Советов сыграли в ничью в Премьер-лиге. Крылья Советов в Премьер-лиге засушили игру. Волжане встречались с пермским Амкаром. В первом тайме Крылья создали несколько опасных моментов на острее атаки Адис Яхович. Но голом эти моменты так и не закончились. Во втором тайме инициативу взял на себя Мола, но и ему не удалось распечатать ворота гостей. В конце матча от поражения Советы спас галкипер Лория. В итоге боевая ничья 0-0 и Крылья взлетели на 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА лидер Премьер-лиги. Национальный чемпионат по боксу финишировал в Самаре. За медалей путевки на ближайшую Бразильскую Олимпиаду сражались 9 федеральных округов. Хозяева соревнований на правах организатора выставили свою сборную команду 14 человек. Лидеры – победитель этапа Кубка мира Новокуйбышевец Василий Веткин и бронзовый призер чемпионат России Сухроб Сидиков. Сидиков до медальных боев не добрался, зато бронза отличился Тимур Пердамов. Второй раз чемпионом страны стал Василий Веткин. Ужасно сплю перед боями, сплю только утром, до соревнований, пару часов. Финальный поединок, нужно было выкладываться соперник. Самый тяжелый был именно на этом турнире, я очень хотел выиграть, и я рад, что я выиграл. Медальный план национального дерби, считают самарские тренеры, сборная команда выполнила. Ребята подросли, выросли в тактическом мастерстве и показали достойные бои. Я думаю, что в перспективе у нас будет больше призеров, чемпионов. Звезды отечественного бокса были как на ринге, так и на трибунах. Поддержать финалистов чемпионата страны приехала легенда спорта, профессионал, чемпион мира Денис Лебедев. Говорят, что иногда судейство шалит, но я сегодня не увидел ни одного поединка, где я бы был не согласен с решением судей. Все в пределах правил, все по-честному. Сборная команды России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро сформирована. Самарские боксеры на бразильский ринг не выйдут. Однако бронзово призера чемпионата России Пердамова заметили промоутера и пригласили на Кубок нефтяных стран. А чемпион Веткин начал подготовку к следующему чемпионату мира и Олимпийским играм. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. С 1 декабря на телеканале Самара Гиз запускается новый проект «Самара-подъем». Это отличный повод включить телевизор с 6 до 9 утра. Ведущие программы расскажут вам о самых важных и интересных событиях, а также поделятся добрыми советами и рецептами на все случаи жизни. Встретить новый день вместе с любимым телеканалом сможете уже завтра. Не проспите. В 22.10 на нашем канале первая серия художественного фильма «Зеркало для героя». Двое случайных знакомых волею загадочных обстоятельств переносятся почти на 40 лет назад. Этот день, 8 мая 1949 года, начинает повторяться для них с неумолимым постоянством. Каждому из героев судьба дает свой шанс. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин